Продолжаем выпуск. Итак, к этому часу в стране проголосовали более 8 миллионов казахстанцев. Самый большой процент по-прежнему в Туркестанской области. Гражданская активность региона может позавидовать столице, где явка не достигла и 50%. В аутсайдерах вместе с Астаной, Шимкент и Алматы. Подробнее расскажет моя коллега Динара Женбатырова. Она с нами на прямой связи из Центра сберкома. Динара, приветствую. Какая статистика в других регионах? Добрый вечер, Ботагос. Мы по-прежнему в лидерах Туркестанской области. На сегодня там проголосовали 80,25% местного населения. Похвастаться активной гражданской позицией может и недавно созданная область Абай со своими 79%. Хорошие показатели у Карагандинской области чуть не дотянули до 78%. Все так же не спешат с выбором в Шимкенте, Алмате и Астане. По данным ЦИКа, в целом по стране, как вы уже буквально только что слышали, свой выбор уже сделали больше 8 миллионов казахстанцев. Если в процентах, то это почти 68%. Согласитесь, неплохо для 6 часов вечера. Напомню, что уже через 2 часа все избирательные участки, а их больше 10 тысяч, закроют свои двери. Начнется подсчет голосов. Все эти данные будут стекаться именно сюда, в Центральную избирательную комиссию, где и будут выдаваться предварительные цифры. Напомню, что кандидат, набравший больше 50%, станет новым президентом Казахстана. Отмечу, что сегодня казахстанцы уже в седьмой раз избирают главу государства на внеочередных выборах. При этом впервые голосование проходит по обновленной Конституции, когда президента выбирают на единый срок, на 7 лет. Ну, пока это вся информация к этому часу. С новыми цифрами мы будем готовы выйти в 8 часов вечера. Вот так, гост, на этом у меня все. Спасибо, Динара, будем ждать.